С хорошим настроением мы начинаем. С боевым, скажем так. У нас уже один сбор установочный прошел. Некоторые ребят мы просмотрели, сказали спасибо, готовятся в клубах. Следующие 15 человек сейчас на сборе, которые готовятся именно к этим играм. Из этих 15 оставим 12, которые будут защищать честь флаг Украины, честь федерации и так далее. Честь Украины на чемпионате Европы в Испании. 20-го мы работаем здесь, на базе Святошин. По плану заезжает команда юниоров, мы хотим с ними сыграть спарринг игры. Для того, чтобы немножко приблизиться к игровым действиям. И им полезно будет против более сильных поиграть и посмотреть их силу. И 20-го мы улетаем в Турцию, где очень представительный турнир. По 26-е мы 5 игр, 5 игровых дней. Очень серьезные баскетбольные державы. Турция, Россия, Франция. То есть будет с кем посоревноваться и поучиться, и получить шишки и так далее. Сделать выводы. И потом мы 30-го, по 26-й мы в Турцию. Прилетаем 26-го. Два-три дня перевести дух, выходные залезать раны. И дальше 30-го, уже последний сбор, перед Европой. На последнем сборе у нас уже посетят белорусы. То есть мы сыграем в этом зале три контрольных игры со сборной Беларуси. Это уже накануне выезда в Испанию. Да, мы хотим заполучить все-таки видеозаписи хотя бы первых соперников. У нас первая игра 14-го с немцами со сборной Германии 14-го июля. Ну и естественно, есть у нас свои проекты. Ну, ведется работа для того, чтобы получить игру и посмотреть, с кем мы будем играть. А там дальше мы уже как бы воочию увидим итальянцев, литовцев, итальянцев на месте. Там уже будут диски и так далее. Ну, я думаю, мы сможем за сутки как бы хотя бы выучить, имея записи уже на месте. Скажите, получается, что в России можно получить 12-го спортсмена. Так что все-таки, если тут еще будут расширены склады? Я думаю, ну, может быть, еще будет 13, 12-13. Ну, то есть есть желание, чтобы все-таки на одного больше взять, но там как мы уже как бы распределим места. И последний сбор тоже, я думаю, будет не 13, не 12, все-таки там 13, может быть, 14. То есть на одного больше, потому что, ну, все может быть, травмы, болезни и так далее. Пока тут, ну, первым, за исключением, там, небольшой травмы в первом сборе, так, работаем. Ну, врачи, ты на кого вы рассчитываете наиболее, что он и я? По какому стану? Ти потенциальные лидеры? Потенциальные лидеры. Ну, я скажу, Слава Боброва уже восстановил свой голеностоп, уже работает в полную силу. И Макс Сандул тоже уже, в общем, составил полную силу, хотя еще до своего уровня, как бы, функционального, физического. Ну, я думаю, мы подтянем за вот эти вот микроциклы, которые мы распланировали. Я получил травму, когда играл за техникум, и очень, не очень сейчас, но я работаю над нею. Я стараюсь, я работаю с доктором всякими упражнениями, потому что я знаю, что команда нуждается во мне, и я стараюсь вылаживаться по максимуму. Я думаю, что это пройдет, это такая, ну, как сказать, это спортивная травма, это всегда может быть, это может случиться с каждым. Просто надо будет уже залечивать как-то, постараться больше беречь себя, так как стараешься вылаживаться на полную. И мне остается много времени, чтобы отдохнуть, так как мы после окончания сезона, там, пару недель, и обратно мы собираемся играть за сборную. Ну, я считаю, лучше уже так, чем сидеть дома или отдыхать, лучше защитить цвета своей страны, показать себя, что в Украине есть игроки, что есть молодежь, которая может играть на уровне со всеми странами. Мы уже здесь, получается, с некоторыми пацанами уже 2-3 года вместе играем по сборной. В принципе, мы друг друга знаем, даже когда за разные команды играем в игре, там, всякие подколы, там, свои нюансы, все равно есть. Все равно мы остаемся друзьями на поле, да, мы, конечно, соперники, но после игры мы жмем руки и остаемся друзьями. Я думаю, в этом году все равно что-то поменяется. Я думаю, что все за этот год прибавили больше, как сказать, тренера доверяли нам, больше давали игрового опыта. Я считаю, что у нас собрался очень хороший, достойный состав, и наша задача, в первую очередь, попасть в восьмерку, а там уже будем бороться за первые места. Спасибо. Я пропустил почти 8 месяцев. Ну, тренировался так, в парке, бегал сам, то есть, ходил на площадки, в свою школу. Ну, с Одессой у меня не сложилось немного, вот, и к концу года нашел свою команду, будивельник, и вот там начал набирать форму. И тут уже приехал так более-менее подготовленный. Потенциал очень большой, особенно учитывая то, что все игроки молодые. Если это сборная 91-го года, то тут большая часть вообще 92-го. Вот, центровых очень много, в особенности. Потенциал действительно большой. Ну, дороже, конкуренция, как ты ввечешь, у вас тут зараз 15, так, еще двое имеют педикаты, а на Европу поводок уже 12. Да, конкуренция очень большая, то есть, и на мою позицию больших много, и маленьких тоже со всей Украины. То есть, да, конкуренция большая. Ну, для меня, конечно, был большой отпуск, 8 месяцев, так что для меня это очень хорошо. А так, ребята, действительно, тяжелый сезон, 4 круга, плюс там, плей-офф, кто-то подключался к Суперлиге, действительно тяжело. То есть, ну, настроение боевое, все готовы играть. Так что, надеюсь, поедем на Европу удачно.